Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я решила поговорить еще раз о петунии и как не то что предостеречь некоторых новичков, а просто рассказать о ее свойствах, когда вы сеете своими семенами. Вот у меня была в прошлом году вот такую я купила на базаре петунию, сорт. Я не знаю гибрид она или нет, но семена она мне дала. Ну скорее всего гибрид, потому что нынче уже получились другие цвета. Вот смотрите, был вот такой цвет, я собрала с нее семена. Нынче родились у меня, как не сохранились материнские свойства у каждого растения. Какие-то получились такие, как она, какие-то получились вот совсем другие. И получился какой-то как ассортикалейдоскоп. Много очень похожих на нее. Вот как она была желтая с мазком. Теперь стала она... А, я вот такую наоборот купила. Была желтая с мазками, с красными. Родились некоторые наоборот красные с желтыми мазками. А некоторые вот так вот мутировали, видите, цвет желтый и красный, весь перемешался. И получилось вот такое грязновато-розового оттенка. Эти я, конечно, буду выбрасывать, но как кому-нибудь отдам. Потому что мне нужны, хотела развести именно вот такие с мазками. Их получилось много. Но родились среди них и мутанты. Поэтому, когда вы собираете с дорогих сортов семена, которые все-таки могут дать, но они не все повторяют материнские свойства. У меня многие спрашивают. Вот вы сеете свои семена, меняются они или не меняются? Не меняются только те самые простейшие. Я потом вам покажу. Ну, обыкновенные граммофончики. Белые, красные, фиолетовые. Те из года в год остаются одни и те же. А вот эти, посеянные мной, купленные дорогие сорта, видите, вот как они получились разные. Вот это будет красная с желтыми мазками. А это, наоборот, желтая с красными мазками. Она, короче, получилась всякая-всякая разная. Но от того, что она разная, она получилась даже еще интереснее. Так что экспериментируйте, собирайте свои семена, сейте. Даже если не все экземпляры будут очень красивые, но многие из них будут очень красивые. Вчера выставила фотографии, и как всегда началось. Да вот не верим, что так рано. От того, что вот некоторые из вас верят или не верят в то, что у меня ранний урожай рано цветет, у меня в моей жизни ничего не изменится. Я, это, у меня нет цели, чтобы кто-то мне там поверил или не поверил. Я просто делюсь опытом, как можно получить раннее цветение петунии, ранние помидоры, ранние огурцы. А кто будет прислушиваться ко мне или нет, ну это уже ваше дело. Вот это, конечно, черенкованные. И если я выставила вот такие цветущие петунии, когда говорят, ой, не верю, что так рано зацветает. Ну если она зиму все стояла в подвале, она уже и так хотела цвести. Конечно, я ее выставила, она быстро зацвела. Но у меня цветут и посеянные мной. Вот видно, что саженец посеян. Если я посеяла в январе, почему ей сейчас не расцвести? Она уже четвертый месяц сидит в стакане. Я ей говорю, тут уже мертвый расцветет. Вся рассада тоже у меня уже цветет, несмотря на то, что я живу в Сибири. Ну и что? Я сею рано в январе. Я все это показывала на видео. А кто верит, кто не верит, да мне это уже не важно. Люди добрые, кто хочет поучиться рано получить урожай, повторяют. А кто не хочет, ну просто посмотрят, да закроют страницу. Ну и все, на этом и расстанемся. Рано петунию получить очень легко. Посеяла свои семена, я все показывала. Распекировала и стоят под лампочкой. Сейчас они все у меня уже цветут, даже те, которые я посеяла. Вот здесь вот есть, вот эти вот все сеяные. Потому что у меня был всего один такой. А теперь у меня много-много таких пестрых зебрят. Все, до свидания. Кто хочет читать статьи, смотреть видео, заходите на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Буду показывать первые помидоры, первые огурцы. И, конечно же, петунии. До свидания.